Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ваше имя, фамилия, отчество, адрес и телефон принадлежат только вам или не совсем? О защите персональных данных и других вопросах поговорим с руководителем Управления Роскомнадзора по Республике Мордовия Репиным Анатолием Александровичем. Здравствуйте! Здравствуйте! Защита персональных данных. С этим понятием мы знакомы уже достаточно давно. Когда мы приходим в поликлинику или в какое-то другое общественное учреждение, мы обязательно подписываем документ о том, что мы даем разрешение на передачу наших персональных данных. Согласие на передачу наших персональных данных. А что может с ними произойти? Почему мы должны давать это согласие и куда, в конце концов, они могут пропасть и кому они могут понадобиться? Ну, в любой общественной организации, в том, банки, поликлиники, детские сады, школы, все они обрабатывают большие банки персональных данных. Мы даем согласие на обработку персональных данных. За несовершеннолетних дают законные представители, мы не будем называть кто. Но эти персональные данные, они могут, например, вы пришли в поликлинику в какую-то, эти персональные данные обрабатываются, потом вам необходимо идти в больницу. Эти персональные данные ваши передаются в эту больницу. То есть, вот для того, чтобы на этапе передачи или на этапе хранения этих персональных данных в данных организациях не произошла утечка, для этого операторы персональных данных, которые ведут этот банк, они должны предпринять ряд организационных технических мер, для того, чтобы наши персональные данные, они находились только у них. И никому третьим лицам не передавались. А были какие-то случаи в нашей республике или, может быть, вот из федеральной практики просто, знаете, расскажете, чтобы какой-то вопиющий случай произошел и случилась утечка данных? Ну, как бы я не могу сказать, там какие-то уголовные дела, это больше, наверное, МВД будет как бы расследовать такие дела. Но, во всяком случае, в республике у нас утечки персональных данных с каких-то или кредитных учреждений, или вот как бы их в Министерстве соцзащиты не было никогда. У нас есть огромное множество микрокредитных организаций в нашем городе, то есть это небольшие какие-то юридические лица, которые выдают займы в небольших суммах. И там любой человек может, значит, назвать имя, фамилию, отчество и даже телефон и адрес того, кто выступит его поручителем, собственно, даже не спрашивая согласию этого человека. Вот в какой степени это законно? Ведь потом вот эта микрокредитная организация, она может воспользоваться этими данными, начать звонить? Да. У нас много поступает жалоб, когда берут кредиты и они просят подтвердить человек, который берет кредит, кого-то, чтобы знакомый подтвердил, что действительно этот человек кредитоспособный, там и будет выплачивать кредиты. После того, как по каким-то семейным обстоятельствам или каким-то обстоятельствам перестают платить кредит, начинают звонить тех, которых он назвал. Таких случаев много. Что в этом случае делать? В этом случае надо идти в эту организацию, писать заявление о том, что вы не использовали ваши персональные данные. И мы, во всяком случае, когда такие жалобы поступают, мы направляем, во-первых, перенаправляем это обращение Национальный банк Республики Мордовии, которые, ну, будем говорить, не подчинены, которые под надзором вот этих микрофинансовых организаций, под надзором Национального банка. Они принимают меры к таким организациям. И направляем разъяснение данному заявителю с тем, чтобы он пришел и написал заявление в этой микрофинансовой организации, что он никакого отношения-то не имеет. Получается, если человек не давал своего согласия, то есть не расписался за это согласие, не поставил нужную галочку, то использовать его персональные данные нельзя. Нельзя. Вот в этом случае, если его назвали там поручителем или каким-то доверенным лицом, и если он обратится, значит, с письменной просьбой перестать использовать его данные, то банк, вернее, вот эта вот небольшая кредитная организация прекратит звонки и вообще оставит этого человека. Ну, должна прекратить звонки. Если не прекращает, тогда мы советуем обратиться, и Национальный банк, если никак-то не повлиял на эту организацию, мы предлагаем, пишем Федеральный служб судебных приз, который отвечает за коллекторские агентства. В основном банки, ну, я не знаю, как микрофинансовые организации, они передают, когда договор подписываешь, там есть один из пунктов о том, что они могут передать это третьим лицам. Это закон о банковской тайне, там и так далее, но могут передать это коллекторскими агентствами. Занимается с недавнего времени Федеральная служба судебных приставов, то есть мы перенаправляем туда, если какие-то угрозы поступают или что-то, и они уже занимаются в рамках своих полномочий. В социальной сети занимают огромную часть нашей жизни, и это просто бездонное море персональной информации. В социальной сети о любом из нас можно узнать все, что угодно. И вот там уж точно мы не даем никаких согласий, никаких расписок на то, чтобы кто-то пользовался нашими данными. Как это согласуется вот с вашей деятельностью? Ну, социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, они не являются средствами массовой информации, они так как не зарегистрированы как средства массовой информации. Я бы просил всех аккуратно относиться к размещению своих персональных данных в социальных сетях, поменьше давать там свои сведения, место расположения, адреса и все остальное. И гарантии того, что эти персональные данные уйдут куда-то на сторону, и потом вас какие-то мошенники будут теребить, никто не дает, эти социальные сети не дают. И когда нам поступают такие жалобы о том, что мои персональные данные, включая фотографию, поступили, обо мне пишут плохо и выставляют мою фотографию, но мы просто советуем обратиться к администратору данного сайта, Одноклассники, ВКонтакте, чтобы они убрали эти комментарии и эту фотографию. Но, тем не менее, надо все это делать на этапе, когда вы размещаете это бездумно, будем так говорить, в социальных сетях, и потом вот это все используется. Поэтому я только так могу посоветовать, а так администратору сайта. То есть, мер каких-то применить к администратору, не к администратору сайта, а том, чтобы он удалил, только сам заявитель может, чьи права нарушены. Очень часто встречаются записи пользователей такие, есть даже группы, которые созданы для того, чтобы, скажем так, пристыдить какого-то недобросовестного человека. Знаете, появляется фотография, и написано, вот этот человек там взял у меня деньги, пообещал, я не знаю, там сделать ремонт у меня в ванной, и пропал. Стыд, позор, вот остерегайтесь этого человека. Вот это, получается, тоже нарушение. Нельзя так поступать. Взяли фотографию, сказали что-то другому человеку. Когда разместил эту фотографию в социальных сетях, или не в социальных, в социальных сетях, да, разместил фотографию, но в этом случае, я еще раз говорю, нужно обращаться к администратору сайта для того, чтобы это удалили. А так от этого, как бы, никто не застрахован. И администратор все-таки должен удалить, да, потому что нарушено право человека. Должен удалить. Не всегда это, может быть, получается. В таком случае мы можем выступить, как бы, вот мы являемся полномочным органом по защите правосубъекта персональных данных, мы можем выступить от непределенного круга лиц или от определенного круга лиц для того, чтобы этот материал был удален. А средства массовой информации, которые тоже входят в вашу область работы, они в какой степени могут использовать личную информацию о человеке? Средства массовой информации, ну, на них распространяется закон о СМИ. У нас не было еще, ну, были, таких нарушений не было, чтобы они какие-то распространяли персональные данные. И персональные данные должны распространяться в согласии. В основном, в последнее время у нас несколько случаев было, когда печатные СМИ или сетевые СМИ, это которые зарегистрированы в качестве средств массовой информации в сети интернет, они публикуют какие-то данные несовершеннолетних. В этом случае необходимо согласие законных представителей, то есть родителей или опекунов и так далее. Были случаи такие, мы направляли эти материалы в суд, но там оказывалось о том, что все-таки согласие от родителей было. И мы очень серьезное внимание обращаем на то, чтобы, если особенно персональные данные о детях распространяются, о несовершеннолетних детях, мы очень серьезно принимаем меру к данным СМИ. Родителям тоже, наверное, стоит обратить особое внимание, когда в отношении детей они подписывают какие-то документы. Все-таки, вот знаете, иногда эта приписка бывает очень мелким шрифтом о том, что я даю согласие на обработку персональных данных. Ну да, и даже когда вы какие-то анкеты заполняете в сети интернет, куда-то вы хотите зарегистрироваться, надо поставить галочку, что я даю согласие на обработку моих персональных данных. Это особенно касается, когда вы приходите, чтобы получить какую-то дисконтную карту, и тоже, когда вам дают эту анкету, вы ее заполняете, где указываете адрес электронной почты, и внизу тоже написано, что вы готовы получать там эти сообщения, допустим. И в то же самое время вы даете согласие на обработку персональных данных или передачу третьим лицам. Почему иногда получать дисконтную карту, допустим, в каком-то магазине, не будем называть, а начинает приходить реклама с другого магазина, в который ты ни разу не ходил. И это, наверное, скорее всего, эти магазины обменятся. Да, очень распространенная проблема. В этом случае я тоже посоветовал обратиться в этот магазин, чтобы они эти персональные данные удалили. В отношении средств массовой информации, расскажите, какие изменения в законодательстве планируются с начала 2018 года? С 2018 года планируется на том, что сейчас мы выдаем бумажный экземпляр свидетельства о регистрации СМИ, а это мы будем просто выдавать выписку из электронного реестра с 1 января 2018 года. И второе, учредителем СМИ с 1 января 2018 года не может быть гражданин, который привлекался, будем говорить, к уголовной ответственности за распространение экстремизма и за нарушения, в семье каких-то нарушений, в том числе и в интернете. То есть, если он имеет судимость за эти преступления или нарушения, значит, он тогда не может быть учредителем СМИ, там будет ему отказано. Ну, госпошлина как она осталась, так и осталась. Там 3 тысячи за печатной СМИ и 5 тысяч за радиотелевидение. А остальное осталось как бы в законе о СМИ 1992 года. Технологии идут вперед довольно быстрыми шагами. Сейчас, наверное, через портал Госуслуг, который становится все более популярным и используемым, наверное, можно зарегистрировать и средства массовой информации. Ну, например, сайт. Можно, можно, но за практику с 2008 года, это на следующий год 10 лет, когда мы, Роскомнадзор, начал курировать средства массовой информации, во всяком случае в Республике Мордовии еще никто не обращался через госпортал. Как думаете, почему? Ну, я думаю, проще, наверное, приехать, получить консультацию наших специалистов, чтобы по 10 раз не переписывать заявление, будем так говорить, на регистрацию СМИ и какие-то там документы представлять. Ну, и второе, я не думаю, что там, чтобы получить квалифицированную электронную подпись для того, чтобы через портал Госуслуг выйти или зарегистрироваться на портале Госуслуг, там трудно это. Но только вот из-за того, что, ну, в шаговой доступности, будем так говорить, что прийти вживую поговорить с нашим инспектором, он подскажет, какие документы необходимо представить, проверит их и проще это сделать. Но это в Мордовии. Возможно, где-то в России регистрируются через портал Госуслуг. Но я бы хотел обратить внимание, что сетевые издания, которые в сети интернет, они регистрируются в центральном аппарате. С чем это связано? Те, которые распространяются на территории Республики Мордовии, они регистрируются у нас. Если на два и более регионов, они должны регистрировать в центральном аппарате. И в том числе сетевые издания, потому что на сетевое издание можно выйти с любой точки России, мира и так далее и тому подобное. Поэтому регистрируются в центральном аппарате. Работу операторов связи ваша служба тоже каким-то образом затрагивает, да? Да. Ну, все, которые имеют лицензии по связи или владельцы РЭС, мы тоже их контролируем, надзираем, смотрим. Их, как бы, операторов, те, которые используют РЭС, нам попроще, потому что они все время в эфире проверить параметры, на тех частотах они работают или не на тех. Те, которые представляют услуги местной телефонной связи, ну, крупный оператор, это у нас, известно, Ростелеком, или международной связи, ну, у нас проводим выездные проверки раз в три года. То есть мы тогда уже смотрим, как они исполняют закон о связи. Спрошу вас о таком понятии «Кодекс добросовестных практик». Что за кодекс такой? Ну, это Кодекс добросовестной практики. Мы недавно подписали его, и вы показывали в своих сюжетах. Это подписали у нас 10 организаций, те, которые примкнули, там всего около тысячи в России, в каждом субъекте подписали, прикнули к тому, что они обязуются добросовестно выполнять 152-й федеральный закон по персональным данным, они обязуются, что будут добросовестно выполнять политику в отношении персональных данных. И этот кодекс как бы не закрытый, к ним может присоединиться любая организация, любой оператор, чтобы его подписать, что он будет соблюдать все нормы не только федерального законодательства России, но и международные нормы по защите прав, по защите персональных данных. А что касается рекламы? Вот Роскомнадзор с антимонопольной службой взаимодействуют как-то в этом вопросе? Да. Мы, когда находим какие-то нарушения в рекламе в радио, в телевидении или в печатных изданиях, но больше в радиотелевидении, вы знаете, что объем рекламного времени должен быть там не более 20%. Для телевидения там, допустим, в течение часа тоже не более 20% от своего вещания. То в этом случае мы передаем, у нас есть соглашение с антимонопольной службой, мы передаем эти материалы с записью или эфира, или видеозаписи по телевидению, передаем в антимонопольную службу, там они больше специалисты, они смотрят это, и уже они возбуждают административное дело производства, если они находят нарушения по неисполнению закона о рекламе, где вот эти указаны 20%. А как технически это организовано? Вы, сотрудники вашей службы, получается, отсматривают эфиры всех телеканалов? Или все-таки пользуются эфирной справкой? Нет, есть семисуточная запись эфира, но это как бы планово мы когда проверяем. А есть, допустим, суточная запись эфира, есть постоянный мониторинг всех радиотелевидений, которые находятся в конкурсном городе. У нас в Республике Мордовия один конкурсный город, это Саранск. Нам помогает радиочастотная служба, она как бы тоже подчиняется Роскомнадзору, не управлению, а именно в центральном аппарате. Они нам представляют записи эфира, у них есть специальное оборудование для этого. И мой сотрудник, или если радиус слушает, в наушниках сидит там, у головных телефонов, или сидит за компьютером, смотрит эту запись, и если что-то непонятно, он затребует у вас эфирную вот эту справку, а так он отслеживает, сколько процентов рекламы, какая концепция вещания соблюдается, она или не соблюдается. То есть в течение вот этих 7 дней, а это 168 часов, он смотрит, что не когда вы выходите, а именно, что соблюдается вот эта концепция вещания. Вот где работают самые преданные зрители всех телеканалов, оказывается. Да, может быть, да. Потому что он, как я не зайду к нему в кабинет, и он все время или смотрит, я говорю, что делаешь? Он говорит, смотрю эфир, допустим, НТМа. Ну вот, потом он по этому результату пишет докладную записку или акт мониторинга, если это плановое, и потом принимаются меры, если есть нарушения. Но пока нарушений нет, в частности, у вас. Спасибо. Что отметили? Хочу вас спросить еще о применении информационного знака СМИ. Насколько сложно его получить, и кто имеет право его применять? Нет, применять должны все. Это есть 436-й федеральный закон о информационной продукции. Применять его должны все. То есть, в начале передачи, на газете, в начале, на газете, кроме общественно-политической или производственной газете. Например, вот уже есть газета «Биохимик», допустим. Ну, там не надо информационный знак, там, естественно, все идет, что касается производства. А так применять должны все. И при каждой рекламе. Если вы заметили, что вы тоже, когда рекламу даете, у вас стоит там 16+, допустим. А как определить, к какой категории отнестись? Ну, закон говорит о том, что это должен сделать производитель продукции. То есть, если он написал там 18+, значит 18+. Если написал там 6+, значит 6+. А если кто-то не согласен с этим знаком, значит, он должен написать жалобу, что он не согласен с этим знаком. И здесь 6+, и не пахнет, а нужно ставить там, допустим, 16+. И в этом случае идут уже разбираться в суде или где-то, что там. Но это надо проводить экспертизу. Каждой целой комиссии заседает для того, чтобы определить, вредит это здоровье детей или не вредит это здоровье детей. То есть, прежде чем этот знак будет присвоен какому-то контенту, созданному какой-то передаче, прежде всего это обсуждается в вашей службе? Нет, мы вообще не касаемся этого. Мы вообще не касаемся. Если вот у нас идет эфир, там, гость в студии, значит, какой знак вы присвоите? Это определится у вас, определит кто-то или режиссер, или главный редактор, или кто-то определит. Он скажет, это 18+, или скажет 12+, или 6+. Это определяет производитель продукции. Так же, как фильм какой-то раз, раньше помните, было, 9 до 16 лет не допускаются. Ну, вы, наверное, не застали это. То сейчас на каждой афише, где вот, если вы посмотрите кинотеатры, там написано, там, 16+, допустим, или там, 6+, если мультики какие-то там, или вообще там без категории, там, 0+. Это определяет производитель продукции. Но если производитель контента категорически неправ, и на передачу, где содержится сцена там у курения? Можете как бы написать нам, будем так говорить, но этим занимается Минкультура России, не наша Минкультура, написать жалобу о том, что они не соответствуют вот этой знаку информационной продукции. Но надо какие-то определенные доводы представить. Одни считают, что там какие-то вопросы, это чисто касается всех, а другие считают, что если кто-то там, ну, я не знаю, закурил или еще что-нибудь, это уже надо ставить маркировку 18+. Хотя перед каждой, где там фильмы вы показываете, там у вас пишут, что курение вредит вашему здоровью, Минздрав предупреждает. Это требование тоже вот как бы закона об этом. Все-таки в названии вашего ведомства присутствует слово надзор. Если надзор, то значит, это обязательно выявленные нарушения и штрафы. Но все-таки наверняка они появляются на территории нашей республики. Ну, есть. В основном в связи грешат. У нас за прошлый год около двух миллионов штрафов наложили мы, ну, за различные там деяния. В основном владельцы РЭС. Когда они вовремя не регистрируют, вовремя не получают, не имеют разрешения на использование радиочистот, в основном это сотовые компании. Все, без исключения. Они стараются быстрее построить, чтобы пустить трафик какой-то побольше, чтобы лучше была связь. Но, тем не менее, закон есть закон. Сначала вы получите разрешение на частоты, зарегистрироваете, а потом уже включаете эту базовую станцию. То есть, вот нарушения такие есть. В средствах массовой информации тоже есть нарушения. Ну, какие нарушения? Во-первых, обязательно экземпляр должны в день выпуска СМИ, должны направлять печатные издания, направлять экземпляр в организацию. Книжную палату России, там, в ЭТАРТАС, здесь вот в книжную, в библиотеку имени Пушкина. Вот за это были нарушения. Сейчас намного это снизилось. Нарушения практически за последние полгода, наверное. Но единицы этих нарушений, что вовремя не отправляют. Потому что долго было касалось, кто типографию должна направлять этот обязательный экземпляр. Вот они выпустили сегодня, да, какая-то газета. Они должны сегодня его и отправить. И должны быть подтверждающие документы, что они отправили. Потому что мы, когда проверяем печатные издания, мы направляем запросы по всем этим организациям, которые я назвал, чтобы они сообщили, поступали ли эти обязательные экземпляры в их адрес. Они нам присылают, и потом уже принимаем решение. Что касается телевидения, которое больше вас касается, вы там раз в месяц должны направлять все ваше, то, что бы выходило на месяц, тоже в гос. Телерадиофонд. Но как бы нарушений не было таких серьезных. Второе нарушение, которое бывает, это нарушение объявлений выходных данных. Что такое выходные данные? Вот есть заставка у вас НТМ, да? Это выходные данные вашего телевидения. В газете выходные данные, напечатается внизу количество экземпляров, фамилии главного редактора, где отпечатаны эти газеты и так далее. Вот там нарушения есть. Там тоже в последнее время очень сильно снизилось, потому что мы проводили практически ежемесячно проводим профилактическую работу с редакторами районных газет, то проводим с радиотелевидением, проводим, разъясняем эти нормы закона. Ну и в меньшей мере нарушение, которое я до этого ниже останавливался, это отсутствие согласия печатают, когда о несовершеннолетнем какие-то противоправные действия про него, сообщают персональные данные, а согласие не получено. Это несколько таких случаев было. Я уже вам говорил, что мы принимали определенные меры и все время предупреждаем. Мы даем памятку, когда регистрируются печатные СМИ, даем памятку, какие основные нарушения, чтобы они не допускали. Я с удовольствием, когда мне приносят акт мониторинга, и там написано, что результаты этого мониторинга, и там нарушений не выявлено. Это очень приятно. Ну, такие нарушения, которые вы назвали, я их, наверное, могу сгруппировать как нарушения технического характера. А вот что касается персональных данных, я так понимаю, все-таки нет у нас такой проблемы, да? По незаконному использованию персональных данных. В СМИ? Да. Ну, как бы такой проблемы нету, что в согласии все-таки понимают, это берут, но иногда проскакивает, будем так говорить. Когда обсуждают какие-то там суды, когда там называют же фамилии, имя отчество, туда-сюда, и там поговорят, я не давал эти данные, или не сам подсудимый, будем так говорить, или, например, его родственники, но это же публичный, будем так говорить, в суде, там вот мы запрос тоже и в суды делаем, там публично это дело, если там публично это все освещается, там и называется это все дело, и там корреспонденты тоже там находятся, то это не нарушение, будем так говорить. Какое направление в работе вашего ведомства вы считаете самым важным? Да все важны. Все три важные. Три кита. Это персональные данные, средства массовой информации и связь. Ну, еще один у нас такой серьезный тоже, это информационная технология. Вы, может быть, слышали, что есть реестр запрещенных ресурсов, да? Это сайты, где продают алкогольную продукцию, там, ну, есть ведомства, которые во внесудебном порядке, они могут в этот реестр направить материал, что такой-то сайт, ну, для примера, допустим, ну, сайт «Азартные игры», да? Это за это отвечает налоговая служба, то есть вы где-то хотите там сыграть в казино, там, или что-то, то есть вы видите, что любой гражданин на сайте Роскомнадзора может подать заявку на блокировку этого сайта. Их сейчас, ну, около, наверное, 40 тысяч, которые сайты заблокированы, ну, там и экстремистского характера, и там различные. В последнее время есть те, которые в судебном порядке только можно заблокировать. Этим занимается прокуратура республики Мордовия, она очень интенсивно занимается, она подает иски от неопределенного круга лиц вот к этим сайтам, чтобы их признать запрещенными для распространения, там, где продают дипломы, где передают медицинские справки, где водительские удостоверения, там, ну, много этих дел, там уже полторы тысячи, мне кажется, за этот год мы внесли в этот в реестр. Суды принимают, что эта информация запрещенная, присылают решения суда, вступивших в законную силу, к нам, и мы вносим в этот реестр запрещенных ресурсов, и там уже технологии есть, центральный аппарат там этот сайт блокирует. Самое основное, одно дело там блокирует, они там пишут, что он внесен в реестр, а самое интересное, что внизу, то есть мы с вами, когда мы приходим домой, и я хочу, допустим, какой-то сайт открыть, мы следим, вот здесь вот как раз территориальный орган нашего управления Роскомнадзора, следим, чтобы операторы связи действительно это блокировали. Чтобы заблокировать, они должны, они зарегистрировались, они операторы связи, представляющие услуги доступа в интернет, они два раза в день в игру делают выгрузку с этого реестра, вот эти 40 тысяч сайтов, ну, есть определенные программы, определенное оборудование, и вот эти вот сайты блокируют. У каждого оператора, в соответствии с законом о связи, стоит так называемый там агент-ревизор, который следит, что этот оператор все ли заблокировал сайт или нет. Если вот он не заблокировал какие-то сайты, нам радиочастотная служба дает эту информацию, что такой-то оператор не заблокировал данные сайты, и мы принимаем к нему меры административного воздействия. Но в последнее время, начиная с мая этого года, это уже больше полугода, когда вот этих материалов к нам не поступало. То есть это положительно, то есть мы все-таки последний этап, чтобы к населению, вот те, которые сайты запрещены, к использованию населения, не могло пользоваться этими сайтами. Время нашего эфира заканчивается. Большое спасибо вам за беседу. Приходите в нашу студию еще не раз. Спасибо. Творческих вам успехов. Спасибо огромное. Сегодня студию Народного телевидения Мордовия посетил руководитель управления Роскомнадзора по республике Мордовия Репин Анатолий Александрович. Вместе с ним мы советуем вам быть внимательными, размещая в социальных сетях свои фотографии и фотографии ваших детей. Желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова